В этом видео хочу показать, как можно самостоятельно сделать картинку PNG, то есть это картинка на прозрачном фоне. Я вам покажу на примере приложения PixArt. На мой взгляд и по моим ощущениям, здесь эта функция реализована довольно удобно. Давайте выберем картинку, для этого нажимаем плюсик. Здесь выбираем фото, вот фотографии, здесь будут фотографии все с моего телефона. Я предварительно скачала картинки, давайте выберем, например, вот такую картинку. И хочу сразу сказать, что когда картинка на более-менее однородном фоне, ее легче программа вырезает. Для вырезания картинки нам понадобится инструмент ножнички, вырез. И здесь, как видите, есть меню, либо выбрать человека, можно отдельно волосы, лицо. То, например, если мы выберем лицо, не хочет она, видимо, она определила, что это картинка рисованная. Давайте попробуем человек. Ну вот она выделила кое-как. Если мы нажмем просмотр. Но это не страшно, есть у нас инструмент кисточка. Если мы берем кисточку, кисточка все возвращает. Вот так вот мы можем сделать. Волосы вернем ей. Но на фотографиях эта функция работает более корректно. Просто рисунок она почему-то не захотела определять. И есть второй способ. Сейчас я покажу. Вернемся. Удалить. И выберем первый инструмент у нас был выбрать человека. И второй инструмент выбрать контур. Смотрите, что получается. Мы пальцем просто проводим по краю этой картинки. Можно подправить. Проводим по краю. Нажимаем вверху стрелочку вправо. Программа определила контур картинки. Нажмем посмотреть. И можно тут еще подправить. Для того, чтобы работать с картинкой, у нас есть два инструмента. Стереть и вернуть. Выбираем. Вот возьмем вернуть. Здесь есть тоже две настройки. Это резкость нашей кисточки. Либо будут размытые края, либо более четкие. По умолчанию стоит на 90. И размер кисточки. Либо мы тонкой кисточкой работаем, либо более грубой. И мы можем вернуть, захватить, например, контур этого изображения. В общем, вырезание это довольно кропотливое такое занятие. Если сделаем потоньше инструмент, можем вообще тут тонко все сделать. Аккуратненько повырезать. И если мы где-то вышли за линию, у нас есть инструмент стереть. Тоже настраиваем его, прозрачность его краев и размер самого инструмента. Можно очень-очень аккуратно. Вот именно в программе PIXART есть возможность очень аккуратненько все вырезать. Процесс сам довольно кропотливый. Наверное, я вам не буду показывать весь процесс. А просто покажу потом конечный результат. Ну, в общем, принцип вам понятен. Ну вот, я картинку аккуратно выделила. А теперь можем посмотреть на результат. Нажимаем глазик. Видим, наша картинка аккуратненько вырезана с одного фона. И теперь мы можем ее поместить на любой другой фон. Или можем сохранить в таком виде к себе на телефон. Я нажимаю сохранить. Но это она пока что сохранилась просто в программе. И она сохранилась в моих стикерах. Дело в том, что PIXART это не только приложение, это еще социальная сеть. У меня есть тут свой аккаунт. И вот эта картинка сохранилась в моих стикерах. Далее, эту картинку мы можем оставить так, как есть. Скачать себе на телефон. Для этого просто нажмем на кнопочку скачать. Или можем еще и добавить какие-то эффекты. Но это уже по желанию. Например, еще есть такая функция Граница. Давайте зайдем. Видите, он автоматически добавляет белую обводку к картинке. И можно выбрать толщину этой обводки. Можно выбрать другой цвет этой обводки. Я думаю, вы встречали такие картинки с обводкой в интернете. А теперь будете знать, как они делаются. Либо можно не делать обводку. Удалить. И просто сохранить к себе на телефон. Сохранено в галерею. Зайдемте в нашу галерею. Вот наша картинка в галерее на прозрачном фоне. А теперь давайте посмотрим, как мы можем использовать эти картинки PNG на прозрачном фоне в своих сторис. Давайте зайдем в сторис. Создать. Выберем фон, какой нам нравится. Пускай будет розовый. И как мы можем добавить сюда картинку. Для этого мы заходим в текст. У меня установлена клавиатура SwiftKey для андроида. У меня в одном из видео я рассказываю, как установить эту клавиатуру и как ей пользоваться. Она нужна для того, чтобы добавлять разные объекты. Вот нажимаем на такой квадратик с завернутым уголком. Потом нажимаем на скрепочку. Выбираем фотоаппарат. Попадаем в свою галерею. Но, к сожалению, здесь у меня эти картинки с прозрачным фоном оказались где-то аж в самом низу. То есть их надо еще поискать. Сейчас я их выберу. Вот я вырезала когда-то свою фотографию. Отправим ее сюда. Вот она. Можно вырезать свои изображения для своих подписчиков. Написать какое-то приветствие. Либо добавить еще каких-то стикеров. Вот я недавно добавляла. У меня такие просто розочки вырезанные. Можно креативить со своими сторис. Фактически это мы сделали стикеры такие свои. И можем с ними играться как угодно. Вот я как будто бы в розочках спряталась. Еще возьмем розочку. Возьмем ее себе в волосы. Ну, в общем, можно играться как угодно. Надеюсь, вы идею уловили. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Буду рада вашим лайкам и комментариям. Подписывайтесь на мой канал.